всем привет с вами фэшн вектор дизайн и я чайковская екатерина сегодня мы будем рисовать с вами цепочку металлическую из которой затем сделаем кисть и нам эта цепочка понадобится для того чтобы сделать жакет шинель которому нарисовали же твит потом еще нарисуем с вами тесьму с распущенным драным таким краем и на нее положим цепочку так вот чтобы нарисовать эту цепочку нам нужно нарисовать несколько звеньев и в данном аспекте встает два очень интересных вопросов во первых как переплести звенья между собой а во вторых что делать когда нам нужно сделать эффект металла а при создании кистей нельзя использовать градиенты соответственно сейчас эти вопросы мы с вами и будем решать я посмотрела много разных цепочек и есть можно создать самую банальную цепочку да когда у нас получается соответственно овал и от него еще один овал который отходит но это не так зрелищно не так здорово да вот такая штука и поехали в общем то ничего тут сверх естественного нету можно даже закрасить например даже вырезать сейчас не буду закрасить градиентом серым это будет серебро золотым это будет золото и вперед а хочется именно такую красивую витую цепочку сложную чтобы на ней все это передавалось так вот собственно проблема про которую я вам говорю если у нас с вами градиент то создать кисть нельзя потому что вам программа будет говорить что выбранный объект содержит объект которому нельзя применить взорчатую кисть а именно заливку градиентом как с этим поступать либо растрировать сделать градиенты растрировать но это очень сильно утяжеляет картинку либо же сразу рисовать эффект металла при помощи векторных приемов чем мы будем заниматься и так начинаем рисовать звеном рисовать я его буду перышком оно будет не совсем обычными такая витая будет немножечко цепочка я не ювелир поэтому возможно там какие-то особенности я не учту но в целом форму я думаю что у меня получится передать очень неплохо так нарисовали теперь нам нужно создать копию control c и мы немножечко уменьшим не поскольку это цепь соответственно есть толщина да вот этого вот самого звена это мы сейчас с вами и поправим это соответственно одно звено его сейчас нужно будет правильным образом обработать менеджен инструмент скругление очень любит инструментом помогает всякие вот такие неровности здорово выправлять и делать их более симпатичными берем окно обработка контуров такая вот панелька можно и сюда сразу закрепить почему я и у каждый раз вытаскиваю показываю чтобы вы знаете где она находится можно и автоматически закрепить и она там у нас всегда будет вашим стандартным рабочим интерфейсом так разделение на раз группировать правую кнопочку мыши разгруппировать и что мне это дало у меня получилась вот такая штука видите вот соответственно давайте я ее залью каким-нибудь цветом не важно просто чтобы его было видно и нужно понимать что у нас будет переплетение вот сюда то есть они между собой должны сцепиться как это сделать все кто у меня учился прекрасно знают как это сделать у нас есть это задание разрешающие данный вопрос у кого нету можете посмотреть что я только что сделала я не стала это озвучивать али уже подумать самостоятельно как можно сделать переплетение как будто бы одно кольцо вставляется в другое вот таким образом соответственно нам еще нужно ставить вот сюда сразу чем два возьмем и вот сюда вот так вот такие фокусы можно творить в адап иллюстратор видите вот эти два не сплетены сейчас мы это поправим это по сути оптической иллюзии потому что физически они естественно не переплетаются но я делаю вид что они между собой соединены и звено вставлено звено получается вот такая красивая цепочка соответственно мой рапорт это часть которая будет повторяться вот грубо говоря от этой точки от любой могу взять например вот от этой точки вот до этой точки вот он мой чистый раппорт вот эта вот часть который будет многократно повторяться и она будет давать мне кисточку соответственно основной акцент работы мы здесь и сосредоточим у меня есть вот такая штучка точнее две штучки смотрите как они выглядят и на них нужно определенным образом расположить цветовые акценты потому что я могу в принципе сделать вот так но в чем основная загвоздка основная загвоздка в том что это градиент а градиент не имеет возможности быть добавленным в кисти так что будем работать вот с этой штукой соответственно я разложу сейчас четыре цвета с которыми я буду работать я буду делать серебряный вариант соответственно мне нужно четыре цвета в серебряной гамме при том когда мы делаем серебро можно немножко такой голубоватый оттенок добавлять и она тогда будет более холодной то есть вот это стандартная а можно добавить более оно такое как стальное будет если через голубой оттенок это делать иногда дает очень интересный эффект то есть когда у вас не серый а серо-голубой вот она гамма у меня получилось соответственно ее мы добавляем цветовую группу и из нее сейчас будем делать пятнички нам нужно выбрать соответственно основной цвет вот он у меня будет вот такой мне нужно выбрать цвет которым будут сделаны темные акценты я сейчас это сделаю прорисую здесь кусочки из которых будут сделаны темные будут делать это методом вырезания чисто такая векторная история очень удобно вот такие штучки сейчас все увидите если не совсем понятно смотрите дальше что получится и сможете потом отмотать назад и понять что же я такое сотворила если нет задать мне вопросы в комментариях я буду их рада услышать и я тогда дополнительно объясню что я такое делаю скажу сразу я не ставлю в этих видео цель научить прям как это делать я хочу показать что такое возможно и какими методами возможно такими же как делаю я возможно какими-то другими потому что именно обучение полноценное она требует работы непосредственно с каждым студентом и непосредственно с каждым студентом проверки домашних заданий для того чтобы когда вы столкнулись с какой-то проблемой чтобы вам на нее ответили плюс ко всему постепенность входа в программу то есть не так что вы хлоп пошли в программу и сразу там делаете все и вся вам нужно сначала освоить работу с пером очень многих поначалу она вызывает проблемы до освоить где что такое слои что такое монтажные области как работать с кривыми вот это все должно в голове уже быть жестко и не вызывать никаких вопросов потому что если вы это не понимаете то очень сложно работать таким образом поэтому просто демонстрация каких-то конкретных моментов которые можно сделать в адопа иллюстраторе если хотите полное обучение приходите у меня есть курс и он отличается не тем что вот просто там вы посмотрели записи все а я работаю с каждым студентом то есть это не просто так вот записи а это непосредственно рабочие файлы это домашние задания это постоянные проверки это комментарии это разбор вот можно у меня на ютюбе посмотреть работ студентов когда у них появляются какие-то вопросы то есть это большой большой учебный процесс это не просто так какой-то фон типа возьмите там посмотрите как на ютюбе нет видео на ютюбе это видео на ютюбе которые позволяют показать какие-то интересные техники я сама иногда какие-то ищу моменты и просто нашла мне интересно поделиться своей находкой но это ни в коем случае не является аксиомой в работе и что типа это единственное правильное вот я нашла вот такой способ показываю как я его применяю все не более того и как видите я многие моменты ну пораскакиваю не проговариваю что-то делаю клавишами если что-то непонятно мне можно написать вопрос но в основном целью является именно демонстрация вот что можно делать как это можно делать и как именно эта программа адаптируется к нуждам дизайна одежды так это мы сделали теперь у меня должны быть расставлены акценты блеска соответственно мне нужно брать а возможно черный очень резкий вот у меня было было это опасение что придется поменять на серый но я сначала хотела посмотреть как это будет выглядеть и действительно среднее серый будет помягче смотреться но это такое встречается что иногда нужно увидеть глазами потому что я предполагала гамму ну вот черный поменяется на серый это не страшно это нормально теперь акцентики были блики расставлю можно блики замыть гауссом можно не замывать в данном случае на металле и нормально будет белые хорошие блики все будет хорошо соответственно если вы видели металлические всякие разные предметы вы знаете что у них есть всегда вот эти блики которые создают эффект металла они располагаются как правило по форме и достаточно яркие при том чем лучше почищен металл тем сильнее они поблескивают вот такая штучка у меня получилось и как видите получилось ощущение металла несмотря на то что нету градиента всего остального все-таки смущает на вот эти цвета я бы их еще еще немножко притушила и немножко в такой голубой оттенок дала это вот уже работаю непосредственно глазами плюс ко всему это же настройка экрана и я работаю в очках у меня очки не с диоптерами а с фильтром который немножечко убирает освещение вот это не нужно и в общем то это меня спасает так что такое произошло и теперь мы его до вернули поставили вот видите здесь кусочек у меня получился недоделанный сейчас мы его опять вернем опять переплетем потому что вот этот кусочек соответственно здесь не хватает части так сюда 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 через одно не будет вот не хватило там одной части это правильно здесь два элемента соответственно вот один вот второй видите вот эти кусочки надо сейчас заполнить вот сделать достаточно просто мы же векторе работаем мы сейчас просто соединили получим совершенно правильный кусочки плюс это даст что звенья будет немножечко разные это тоже плюс чтобы они не были абсолютно промоут копиями все равно когда свет падает бренда что звенья более-менее одинаковыми немножко по-разному выглядят видите там желтый подсвечивает хорошо его видно так что убрали и здесь тоже мы можем спокойно вот это продлить здесь поправить форму вот эту точку тоже здесь делаем правильный выгиб и вот эту линию тоже поверх сейчас я вот сюда я ее вынесу чтобы она была чтобы она тоже формировала здесь тень можно и просто наверх убрать так теперь нужно разрезать потому что они нам понадобятся тут лишние кусочки которые нам не нужны видите их вроде как нету но они там есть здесь надо все убрать так и возвращаем теперь вот сюда сейчас я уберу то что там вот это ненужные части так такой более сложный процесс все равно достаточно интересно вот мы вернулись и нам надо опять переплести что нам для этого нужно сделать соответственно эта часть у нас должна уйти этот кусочек и здесь вот эта часть будет видно здесь нужно переплестись сейчас я назад накачу чтобы сгруппировать правильно объект и что-то я сама уже немножечко путаться начала где у меня какая часть давайте эту часть вот так она должна быть вырежем мне нужно это отдельно и это отдельно немножко задумалась и начала запутываться можно ее не вырезать сделать вот так обтравочной маской опять обтравочной маской вот она сюда у меня и встанет прекрасно так и сейчас вторую сделаем вот сюда у нас отпадает по контуру сейчас мы на передний план обтравочную маску так создайте обтравочную маску вот так отлично соответственно 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 там у меня какая-то книжка есть сейчас мы это уберем вот у нас уже получилось правильная красота которую мы и задумывали здесь у нас блики акценты и вот такая серебряная цепочка так что я теперь могу сделать я могу теперь края из нее хвостики убрать и вот пожалуйста у меня готово сейчас будет все к переплетениям это тоже лишнее и это тоже лишнее здесь ничего вы смотрите теперь мы можем их плести между собой вот она прекрасно сплетается получается такая вот как прекрасная цепочка а что теперь нам с ней нужно сделать смотрите долго-долго-долго мурыжили да эту штуку лишнее и это лишнее если мы сейчас вот так ее возьмем и закинем в кисти хочу просто показать чтобы было понимание того что произойдет то она станет кистью но у нее не будет стыковки сейчас я поменьше сделаю видите в каких-то местах она будет себя вести вот так то есть эти звенья переплетены а здесь не переплелось вот чтобы этого не было нужно вытащить из цепочки раппорт раппорт у нас будет как мы уже увидели что у нас два кольца раппорт не одно вот смотрите вот такого размера получается раппорт можно его даже сделать пониже нам главное чтобы от этой точки вот до этой точки четко все было теперь вот этот прямоугольник делаем его без цвета без заливки убираем его на задний план все вместе вот эту красоту выбираем и тянем ее кисти и вот теперь у нас все сработает будет правильная кисточка можно обязательно посмотреть как она будет плести боковинки все сработало и вот у нас с вами красота то что нужно то и получилось вот смотрите как она прекрасно плетется будет плестись плестись и плестись по моему получилась очень классно шикарная настоящая такая плетеная витая цепочка я ее сохраню и буду потом обязательно использовать попробуйте сделать это сложный вариант цепочки я вам показывала что можно такой кружочек поперечку а мне хотелось вот такую виду нарисовать для того чтобы она классно смотрелась и естественно можно у нее поменять цвета сделать ее золотой при помощи перекрашивания а вот сохраняюсь на этом все появились вопросы задавайте мне их буду рада на них ответить и дальше будем еще творить вот такая векторная чисто векторная с эффектом металла цепочка класс мне с тобой нравится все пока пока